Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Пьетро Фочинни. Мистическое обручение святой Екатерины 1595-1599 годы «Холст масла 101 на 84» Пьетро Фочинни – итальянский художник периода перехода от маньеризма к барокко, являющийся учеником Ладовика и Аннибале Караччи. Он испытал также влияние Тинторетта, Якова Бассана, Антонио Карелли. Две христианские святые, обе Екатерины, Александрийская 4 век и Сиенская около 1380 года имели, саграли согласно их житиям, ведение своего обручения с Христом. Мизансцена живописных интерпретаций этих двух мистических браков схожая. Святая протягивает руку младенцу, сидящего на руках Богоматери. И он, или Мадонна, надевает ей на палец кольцо. Естественно, определенные детали позволяют зрителю определить, какая именно Екатерина имеется в виду. В Сиенской школе преобладали картины с Екатериной Сиенской, тогда как в остальной Италии чаще фигурирует Екатерина Александрийская, исключенная, между прочим, в 1969 году из католического церковного календаря, из-за неясности исторических обстоятельств ее жития. У Фачини Екатерина Александрийская. Она узнаваема по атрибутам, странному, на первый взгляд, предмету у ног, фрагменту колеса, снабженного железными шипами. Это пыточное изобретение императора Максенция. В момент пытки, удар молнии чудесным образом сокрушил машину, прежде чем колеса, к которым была привязана святая, успели причинить ей вред. Второй атрибут Екатерины – меч в ее левой руке, им святая была обезглавлена. Одновременное присутствие на картине с изображением Марии с младенцем с святой Екатерины Александрийской персонифицирует ученость. И иронима, именно с традиционными атрибутами, черепом и книгой, тогда зритель воспринимает святого как переводчика Библии, все это символизирует теологическую ученость. Ну вот такое описание к работе Пьетра Фачини «Мистическое обручение святой Екатерины» 1599 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok